добрый день друзья я начинаю прямой эфир да немножко попозже чем обычно так случилось и что тут техника немножечко подводит и сегодняшний прямой эфир будет посвящен законам семейной системы и тому как формируется болезни и что бывает при нарушении законов семейной системы я уже писала сегодня в посте что законов этих немного но тем не менее тема это очень обширно огромная не знаю как мне удастся уложиться в час или нет но посмотрим как дело пойдет по крайней мере я о них постараюсь рассказать благодаря может быть вашим вопросам проявленному интересу ничего не пропустить и главное да будет понятно что это вообще такое про что это о каких законах идет речь как это проявляется в жизни действительно вот прям в каждодневной практике потому что естественно я с этим сталкиваюсь как психолог практик ну прямо каждый день несколько раз в день и как правило первые сессии всегда начинаются с вот этих законов да как они нарушаются ну так само собой получается что мы через это проходит ну клиент через это проходит я писала сегодня что и проводила опрос в stories законы эти вывел немецкий мне кажется гениальнейший просто психотерапевт философ богослов берт хеллингер я уверена что многие из вас слышали это имя вообще-то известно да расстановки по хеллингеру наверное я вот сейчас если вам напомнила то вы наверное вспомнили это имя но в stories больше ответов было что вы не знаете это имя если честно я до сегодняшнего дня думал что берт хеллингер жив но когда готовилась к эфиру я прочитала что к сожалению 19 сентября 19 года он умер в возрасте почти 94 года берт хеллингер родился в двадцать пятом году в 1925 году и немножко он воевал и это наложило отпечаток на его судьбу я вот буквально чуть-чуть коротко о нем расскажу чтобы понимали что кто это и в 27 лет он принял сан священника и отправился в южную африку и 16 лет он провел в южной африке в сане священника и директора школы для африканских детей в африке он принимал много много у него было такого таких моментов как примал участие в ритуалах в африканских и был удивлен тому как вот у них это работает то есть тогда он увидел как можно поправить отношения через взаимное уважение вот тут прямо ну вот это начало было положено его метод в южной африке помню там провел 16 лет ну и понятно что отношения в германии да вот война развязанная он видел что идеалы ставились выше человеческих отношений выше людей и всю оставшуюся жизнь он посвятил людям и отношениям между людьми регулирование да вот этими своими выведенными законами на все на основе семейных расстановок и оставил нам огромное наследие я считаю да почему-то к концу жизни все-таки попал в немилость даже психологов ну совершенно мне непонятно почему потому что она просто богатейшее наследие вот такой интересный человек детей у него не было у него было два брака он написал более чем 6 и 60 по моему 4 книги если я не ошибаюсь и все это случилось в возрасте после 70 лет после 70 лет была написана первая книга и вот потом вот такое наследие если честно книги найти сейчас очень трудно еще буквально лет там пять-десять назад они были можно было заказать сейчас очень трудно найти и если честно они очень трудно читаются но если есть интерес да но можно хотя бы просто почитать в интернете о хеллингере расстановках и я думаю что вы сами многие проходили расстановки может быть да и слышали точно о них но не знаю вернет уже человека который бы о них не слышал и что сделал хеллингер он вывел в общем-то фундаментальных три закона всего семейной системы не поверите их всего три и мы умудряемся их не знать мы умудряемся их нарушать до такой степени что вот так вот сегодня оказывается в таких отношениях деструктивных многие да у многих вообще нет отношений очень много сегодня разводов многие не могут родить да то есть все вот это вот искусственное и искусственное оплодотворение роды и сегодня искусственные проводим операции и так далее и давайте наверное уже чтобы я не одну как бы не уходила вдаль до три закона из них вытекают еще маленькие законы если успеем но я по проговорю если нет значит нет ну по ходу как по посмотрим и первый закон мне кажется он самый объемный здесь больше всего нарушений он называется закон полноты или закон принадлежности я его называют немножко по-своему никто не забыть не что не забыто давайте что говорится что если у вас есть вопросы вы пишите сразу же чтоб я там не просила их потому что времени тратила а вы пишите если есть какие-то вопросы есть что-то сказать прокомментировать обязательно пишите я все прочитаю на все отвечу вот и закон полноты то есть никто не забыть ничто не забыто семейная система это огромный механизм то есть вот нам многим кажется что мы вот такие вот живем тут такая личность и на этом в общем то все да в лучшем случае ставят семью я муж и ребенок и тоже на этом все а на самом деле ведь есть огромная система механизм который привел нас в эти отношения то есть наши родственники до родителей и родственники которые стоят у нас за спиной именно они привели нас в те или иные отношения или привели к нам мужа или жену и партнера да в наши отношения и вот в этой семейной системе важно чтобы никто не был забыт или исключен что это значит вот чтобы вам было понятно здравствуйте да самый простой пример что происходит это исключают ну как может быть уже понимать отцов да вот это самое распространенное чтобы вам было понятно об отцах не хотят говорить но если конечно разведены да не хотят говорить не хотят слышать не хотят брать их фамилию вот здесь вот кстати вопросы фамилии до начинают всплывать ничего не хочу исключили отца он и у меня отца нет говорит девочка или мальчик у нас папы нет говорит мама девочки или мальчика которые пришли с какой-то проблемой что значит нет отца отец по факту ведь есть верно но без отца не бывает ребенка это всем известный факт но он исключается в нашей голове клиент исключает вода что здесь происходит когда происходит такое исключение чаще всего но здесь много полезней всяких происходит смотрите чтобы было понятно вот такой случай вам расскажу я недавно приводила его в stories и сейчас еще расскажу буквально недавно мама приводит девочку 12 лет девочки такой необычный симптом она просыпается в три часа ночи почти каждую ночь практически с рождения 12 лет девочки ну и потом бодрствует или у нее страх мама говорит что у нее страх стали выяснять что происходит здесь немножечко больше времени понадобилось вообще обычно очень быстро до выясняется причина болезни он был необычный и что выяснилось выясняли выясняли долго вам что-то рассказывала вам рассказывала об онкологию старшего ребенка и действительно удалось вообще не уйти в смерть старшему ребенку хотя там опухоль мозга была это практически неоперабельные случаи они неизлечимы тем не менее ребенок выжил старший и все время я обратил внимание что мама рассказывает про цифру 3 3 года 3 часа 3 минуты я обратил внимание что все время вашей смене системе связано с тройкой она сначала не могла понять продолжила рассказывать вдруг в какой-то момент она начинает плакать и говорит я поняла что случилось 3 часа ночи я спрашиваю что ушел мой отец в три часа ночи ушел ее отец в возрасте сейчас не вспомню 8 или 9 и было лет все больше она его никогда не видела естественно она плачет она знает что он бомжует или может быть уже умер она точно не знает и вот такое влияние до оказывает на девочку исключение отца и свинности девочка конечно тоже обрадалась она никогда не слышала ни про отца не про старшую дочь здравствуйте присоединяется и девочка как раз в это время рисовала и рисунок если помните stories выставляла когда сидит ребенок там закрывшись очень интересная показательная история к сожалению больше я пока не видела девочку с мамой возможно они больше никогда не придут может быть и достаточно такой одной консультации потому что все понятно и если мама даст она уже до вспомнила про отца да и хоть как-то дала ему в своей душе место естественно там все будет лучше то есть начнет поправляться и со старшим ребенком кстати тоже и вот здесь вот на этом этапе как раз формируются семейные тайны может быть помните и в одном из эфиров они говорили тайны то есть кого-то исключили кого можно вообще исключить вот смотрите я чуть-чуть тут буду подглядываешь чтоб я ничего не забыла на уровне детей кто входит в семейную систему это мы если бы мы дети наши братья сестры родные сводные а сводных мы можем не знать да то есть от нас могут скрывать вот буквально опять недавно был очень простой случай ну вот кашель у ребенка ну казалось бы просто кашель ну кашель уже четыре месяца ребенку 6 лет что выясняется что у папы был первый брак ну ничего такого в принципе первый брак там есть двое детей ребенок не знает об этих детях он вообще ничего не знает а старший его брат у него естественно другой отец то есть они рождены от разных отцов и он тоже об этом ничего не знает ну казалось бы он не знает он не знает сознательно что в семье об этом не говорят не течет свободно энергия в семье да то есть не говорят ребенок кашляет то есть он кашлем выражает свою как бы агрессию невысказанность да я спрашиваю что нему не высказано в семейной системе вот она невысказанность вот такие простые случаи но казалось бы что тут скрывает но действительно скрывать то нечего да просто не говорят семьи исключили братьев сводных исключили отца первого ребенка из семейной системы все вот вам пожалуйста болезнь то есть болезни тут от простых до самых сложных то есть на уровне детей мы братья сестры все сводные братья сестры абортированные дети мертворожденные дети и все дети которых отдали на воспитание или приняли в семью наоборот и дети могут быть выкидыши да то есть мертворожденные дети вот если это все исключается то обязательно будут какие-то последствия вообще любой нарушение закона всегда имеет последствия законный семейной системы это не юридические законы которые мы знаем выполняем кое-как там да и кое-как какие-то последствия имеем здесь все очень жестко жизнь у нее очень жесткие законы и несоблюдение законов всегда будет приводить к последствиям в виде каких-то симптомов, болезни и даже смерти. По поводу хотелось что-то интересное сказать. Очень много, конечно, вопросов по поводу абортированных детей. Конечно, это убийство, которое мы не признаем. Мы не хотим это признавать. Это очень больно. И туда не хочется смотреть. Но туда всегда будут смотреть дети. Поэтому абортированных детей тоже важно. принимать, помнить о них. Ну и здесь можно работать. И эта работа дает в психотерапевтическом смысле колоссальные результаты. Я много раз это видела. Почему происходят аборты? То есть кого-то убивают для того, чтобы выжил другой ребенок. Например, старший. А второго убивают. Типа не поднимут двоих, троих. И тогда старший отягощен. И, естественно, у него будут проблемы какие-то. Ну, это проблемы могут быть самые разные, потому что он живет в вине, потому что кого-то из-за него убили. И, соответственно, это накладывает отпечаток. Тут могут быть и травмы, и болезни, направленные в смерть. Ну, то есть и онкология, алкоголизм, наркомания и так далее. То есть тут масса будет вот таких вот движений в смерти. Это очень серьезно. И многие это не воспринимают, не понимают. На самом деле это очень-очень серьезно. Вы знаете, я даже видела такие проблемы, ну, вот самые такие, даже не болезненные, а просто проблемы другого характера. Например, женщина не может выехать из гаража, все время сбивает колышек. То есть между двумя колышками она не может проехать. Два аборта было, два абортированных. То есть вот мы с ней выясняли, да, вот такую вещь выяснили. После этого она спокойно стала выезжать из гаража. То есть вообще просто феноменальные бывают вещи. Здесь я могу говорить очень долго, на самом деле. Очень много случаев, которые мы находим, и это всегда слезы, рыдания, и, естественно, потом поправляется настолько, насколько это можно. А вот я здесь хотела рассказать очень интересный случай об акушер, которые делают аборты. Понятно, что у врачей особая карма, я сама врач, я 20 лет отработала врачом, если кто-то не знает, больше 10 лет уже работаю практическим психологом. У врачей, да, карма особая. Когда-то там в прошлых жизнях кармические были отношения, то есть врачи, у них карма убийцы, ну и акушеры, многие продолжают это делать. И я понимаю, что без этого, наверное, получается пока нельзя в нашем мире. была у меня женщина, у которой у дочки, ну как она говорит, отсыхали руки. Ну то есть была болезнь такая, ну сейчас не буду вам говорить, там сложный очень симптом, ну склеродермия в смысле она называется, если слышали, может быть, руки от локтя до кончиков пальцев у нее чернеют и отнимаются. Стали выяснять, и мама, и дочка акушеры, обе делают аборты. У мамы свои там были болезни, ну сейчас не буду, не совсем там помню, как, главное, что вот у дочки как, двухчасовая была сессия, мама рыдала, но больше не пришла ни дочка, ни мама, дочка кандидат на ок, ну вот такая вот ситуация. То есть все имеет свои последствия, чтобы это было понятно. Дальше, уровень детей, да, я рассказала сейчас. Теперь над детьми, кто входит в семейную систему, кого мы исключаем? Родители, их родные братья-сестры, сводные братья-сестры, точно так же все принятые, непринятые, ну то есть в семью, да, отданные на воспитание, отданные в детдом, и тоже на эту тему есть масса историй, дети сейчас могут не знать, что их братья-сестры находятся в детдоме или на воспитании у кого-то, ну то есть отказные дети, да. Это очень сильно влияет на систему и та, которая приняла ребенка, и та, которая отдала. Та, которая приняла ребенка, система, очень часто там какая проблема? Вот, кстати, проблема усыновления, да, почему эта проблема есть? Или вот суррогатной матери сейчас. Что происходит? То есть у ребенка есть настоящий отец и мать, да, они родили по какой-то, ну по какому-то случаю, ребенок оказался, например, в детдоме. От него отказались, или родители погибли, или еще что-то произошло. Его усыновляют, особенно в маленьком возрасте, да, есть такой у нас грех, мужчина дает свою фамилию, отчество, и ребенку не говорят, что у него есть настоящие родители. То есть их исключают из семейной системы, так же, как и суррогатных матерей. У них забирают ребенка, и до свидания. И это очень страшные вещи, потому что, когда мужчина дает ребенку свое отчество и фамилию, он этим говорит, что я тут вообще главный, я этих детей забираю, хотя он не имеет никакого права на них, и исключаются родные родители. Ребенок это знает на уровне души, у него возникает агрессия безумная к приемным родителям, и я думаю, вы много раз слышали, что в подростковом возрасте они творят черное, и все равно уходят вслед за родителями. В основном это наркотики у них. Потому что дети это чувствуют. На уровне души это известный факт. Для семьи, которая приняла ребенка и таким образом его усыновила, или удочерила, они теряют что-то свое. То есть, как правило, это смерть своих детей или смерть партнеров. То есть это очень такие страшные вещи. Нельзя этого делать, если приняли в семью ребенка, ему нужно оставить фамилию, отчество, и чтобы он знал, что он принятый, по крайней мере, и чтить его родителей. То есть они принадлежат к системе. Это уже люди, которые входят в систему. Ну, тут тоже много я могу рассказывать. Очень много случаев интересных. Но самое вот, наверное, то, что на слуху, это вот суррогатное материнство и усыновление. Ну, если что-то я забуду, можно спросить, конечно. Дальше. Прежние партнеры. То есть вот всегда практически, да, женщина приходит и не признает первую жену. Ну, я еще в следующем законе буду об этом говорить. Но или первую жену, или еще хуже бывает, невеста или жених, да. То есть невесту почему-то оставил мужчина по причине, ну, например, родители не разрешили на ней жениться или еще что-то произошло. А если там еще был ребенок или абортированный ребенок, то там тесная связь на всю оставшуюся жизнь. Дети являются, дети скрепляют двух партнеров на всю оставшуюся жизнь. То есть эта связь неразрывна. Ее невозможно никак убрать. Это нужно понимать и принимать. Вот. То есть если... Что тут вообще происходит, когда исключается человек из системы, кого-то исключает, то другой человек, ребенок, естественно, да, то есть более молодой член семьи, он приходит в эту семейную систему и замещает того, кто был исключен. Замещает, он находится с ним в переплетении, так называл Хеллингер. То есть он проживает, по сути, его жизнь. Вплоть до дат можно отследить вот такие вещи. Даже называют их иногда одинаково. Неосознанно совершенно. Такие вещи происходят. То есть если исключают, ну, то есть не вспоминают, допустим, о невесте, то девочка или, не дай бог, мальчик может замещать эту невесту, брошенную, где-то оставленную, и его жизнь сложится определенным образом, ну, или ее жизнь определенным образом. Непонятные совершенно происходят события, абсолютно невозможно это разумом понять, но человек, ну, ребенок, да, находится в переплетении с тем членом семьи, которого исключили. Кого еще часто исключают? Убийц, да, убитых. От них просто отворачиваются. И, естественно, приходит в семью такой ребенок, семейную систему, который будет, ну, отрабатывать, да, то есть он будет замещать убийцу. Естественно, он будет агрессивен. Ну, часто, да, сейчас вот, много гиперактивных детей. А если вот в семейной системе было убийство, то один ребенок замещает и убитого, и жертву. И называется это, ну, всем известным словом, шизофрения. То есть шизофрения – это всегда убийство в роду, ну, в семейной системе где-то было, да, оно скрыто, естественно, от него отворачивают, туда не хотят смотреть, и поэтому вот получается шизофрения. Так же получаются и другие психические заболевания, да, и аутизм, мутизм. Сейчас очень много этих заболеваний, и это связано, как правило, с убийством. Дальше, ну, бабушки, дедушки, соответственно, в семейную систему включаются, прабабушки, прадедушки. Ну, принято так до седьмого колена, да, но вот эти люди оказывают наибольшее влияние на систему. И плюс в систему включаются люди, которые, ну, привнесли что-то очень много в эту систему, что-то дали, ну, например, спасли кого-то, да, спасли от голодной смерти, ну, например, или еще как-то помогли, ну, или вот наоборот, как я сказала, это убийцы и жертвы. То есть вот такие случаи, которые нельзя просто исключать. Ну, еще исключают людей не той ориентации, ну, и так далее, да, то есть суть понятна, да, что вот исключаются как люди. Хеллингер здесь говорил о трех видах совести. Вот, знаете, совесть – это такой больной вопрос, и когда, ну, как мы говорим, бессовестный, да, совести нет. На самом деле есть три вида совести – личная, коллективная и духовная совесть. Личная совесть формируется у нас в рамках, ну, вот мы живем с родителями, да, вот у нас такие вот из шоры, вот это вот хорошо, что впереди, а вот здесь вот плохо. Но формируется она, потому что ребенок не может жить без родителей, и, естественно, он воспринимает то, что говорят хорошо, и то, что плохо. Поэтому мы не принимаем вот этот мир, поэтому у нас столько аллергий, непринятий и соответствующих болезней. Процесс психотерапии позволяет эти рамки вот так вот расширять, да, человек видит больше, принимает больше, и, соответственно, проходят аллергии и так далее. Эта личная совесть, она позволяет быть принадлежным к какой-то группе, ну, например, к семейной системе или там к системе где-то на работе. То есть вот личная совесть. Коллективная совесть, она находится в конфликте с личной совестью. Она нужна для того, чтобы группа выживала. И вот как раз, когда мы кого-то исключаем, то есть она отвечает за постоянство группы. И когда мы кого-то исключаем, включается коллективная совесть, поэтому ребенок проживает жизнь вот исключенного члена семьи. Духовная совесть, она находится еще выше над коллективной совестью, и для нее вообще нет хорошо-плохо, убийца-жертва. И часто на расстановках, я три года посещала расстановки еженедельно, в качестве заместителя, видела очень интересные случаи. И что-то хотела сказать, вылетела из головы. Духовная совесть... Вылетела из головы. То есть духовная совесть, это выше гораздо для... А, я хотела сказать, что в нашем представлении, да, вот есть убийца, есть жертва, и это плохо убийство. На расстановках мы всегда видим, что между убийцей и жертвой есть самая большая любовь. Они всегда стоят обнявшись. Почему это еще происходит? Потому что жертва, да, она подсознательно хочет уйти из жизни. А убийца приходит ей на помощь. У них особая карма такая. Да, я сейчас говорю, может быть, непонятные вещи для кого-то страшные, тот там покидает эфир в ужасе. То есть опять, да, не хотим мы на это смотреть. Но, тем не менее, это факт, и это подтверждается... Ну, вот представьте, Хеллингер уже 70 лет, да, как это учение развивал. И, соответственно, уже я больше 10 лет сама с этим работаю, и я это вижу каждый день. Ну, и, соответственно, другие психологи вам скажут то же самое. Это факт просто. Неоспоримый факт. Например, насилие, да, жертвы насилия есть, которые тоже, ну, считаются, что это плохо, да. А на самом деле точно так же они стоят, обнявшись на расстановках, и там самая большая любовь. То есть вот все, что в нашем представлении хорошо-плохо, это наша личная совесть, которая вышла из семьи. А если бы мы могли подниматься над этим и жить в рамках коллективной совести или духовной еще лучше, мы бы могли видеть эти вещи, ну, по-другому, что и делают психологи. Потому что если бы мы работали в рамках личной совести, мы бы вообще ничего тогда не видели. Мы бы видели, что клиент пришел с тем, что плохо, да, его кто-то обидел, ай-яй-яй, какой этот обидчик плохой. Естественно, мы должны иметь взгляд больше, да, то есть хотя бы с коллективной совести смотреть на ситуацию. Вот такой первый закон полноты. По поводу болезни здесь, как я уже сказала, да, это семейные тайны. И отсюда идет очень много болезней. Любых абсолютно разных. Начиная с гипертонии, артериального давления повышенного. И больше всего я видела здесь болезни в интимной сфере, то есть аногенитальные зоны. Пенурезы чаще всего. Ну, часто я здесь видела, то есть такие невыплаканные слезы, когда ребенок тайком плачет ночью. И я видела, как эти пенурезы буквально за 3-4 дня исчезают, когда ничего больше не помогало, когда раскрыта семейная тайна. Это варианты насилия. То есть насилие. Когда, ну, это же тоже аногенитальная зона, да. Дальше видела таких детей, которые не слазают с горшка. Ну, например, такой случай, вам расскажу, чтобы было понятно. Ко мне привели девочку 3-х лет. Родители вообще далеки очень от психологии. Просто совсем ничего не могли сделать мои коллеги-урологи. И прислали, посмотрите, пожалуйста. Ребенок даже не пожелал заходить в кабинет. Она так кричала, девочка, вот эта трехлетняя. У нее была такая истерика, и папа с ней пошел гулять на улицу. Часовая сессия. Что выяснилось с мамой, что... Ну, эти они молодые были родители. Папа армянина, мама русская. И у этой мамы был ребенок ДЦП. Она жила на Украине. И этот ребенок в 10 лет там умер. Она его похоронила и приехала в Россию. Здесь вышла замуж за мужчину. Он постарше ее. И у него три взрослых дочери. И вот эти три взрослых дочери с ними живут. И он ей запрещает дома говорить о том ребенке, который умер. Вот она тайна семейная. Ребенок просто не слазил с горшка. Вот он все время на горшке у них. Через час, вы не поверите, пришел этот ребенок совершенно спокойный, здоровый. Подарил мне цветочки и удалился. Мама в качестве болезни, кстати, гроб тогда нарисовала. Отсюда мы и поняли. Дальше. Ну, исключение отцов я рассказала. Да, исключение отцов еще чем опасно. Тогда мать говорит, что бери от меня и не бери от папы. Ну, папа плохой, да, не бери от него ничего. Когда дети берут много от мамы, возникает зависимость. Любая. Игровая, алкогольная, пищевая, трудоголизм. И там еще целая куча зависимости разных. Вы больше меня их сейчас можете там перечислить сейчас в комментариях. Дальше. Вот когда почему-то считается, что если отец ушел, почему-то всегда считается, что он бросил. Ну, часто, да, считается, что он бросил. На самом деле почти все зависит от женщины. Это не значит, что мы во всем в чем-то виноваты. Есть просто семейный сценарий, который тащит нас по жизни. И женщина может сделать так, чтобы мужчина ушел. Ну, почти она это делает, собственно говоря. Ну, например, вот такой яркий пример, да. Первый ребенок рожден не от мужа. Муж типа об этом не знает. Ну, на самом деле душа знает все. Даже я в течение нескольких минут поняла, что ребенок рожден не от мужа. Что делает женщина? Она из вины выталкивает мужчину из семьи. Она так и говорит, хоть бы он завел любовницу и ушел из семьи, потому что жить с этим невыносимо. Страшно и больно. Она боится, что он узнает эту тайну и заберет второго ребенка. Вот как это происходит. Ну, чтобы наглядно на примерах вам было понятно. Но я сейчас хочу не об этом сказать. Я хочу сказать, что кажется, что мужчина бросил. На самом деле, как правило, ну, это либо такой родовой сценарий у обоих, либо так делает женщина совершенно, конечно, неосознанно. Ну, например, у многих стоит программа вообще амазонская же, да. Родила ребенка и мужчина до свидания. Вот об этом мужчина прям четко говорит. Вот она родила и как с белиной объелась, выгнала и все. Кажется, что с мужчиной ничего не происходит. На самом деле, это глубоко подавленная печаль. Ну, а чувства живут в сердце. Мужчина этот страдает глубоко всю жизнь. Если бы женщины вообще могли себе представить, что чувствует мужчина, ну, это вот можно только представить, как будто бы у вас забрали ребенка на всю оставшуюся жизнь. Еще и алименты требуют сверху. Это вообще просто засада какая-то. Представляете, все время требования. А дитя забрали. Ну, по факту, по факту. И вот эти вот вещи дают очень часто инфаркт у мужчин. Ну, то есть вот эти похороненные чувства. То же самое бывает у женщин, да, то есть когда аборты. Естественно, хотим мы этого или нет, там, типа мы хотим забыть, или там делаем вид, что забыли. На самом деле ничего не забыто. Естественно, эта тоска живет в сердце и точно так же дает инфаркты. Но у женщин в большей степени это движение в смерть. То есть онкология и тому подобные болезни, которые ведут к смерти. Вот такие вот моменты по поводу первого пункта. Ну, он самый объемный, да, и занял больше всего времени. Я готова перейти ко второму закону, но я вижу, что вы написали комментарии. Я сейчас оставлю вам горы и прочитаю то, что вы написали, чтобы я успела ответить на все. Так. Опа. Сейчас. Так, а что нужно сделать, если вот так про отца и слышать человек не хочет? Ну, Кристина, сложно сказать, что значит. Если он пришел на терапию, слышать не хочет, но он может и дальше не хотеть слышать. Ну, будет жить со своими проблемами. Если он просто к вам пришел и не хочет слышать, ну, не хочет, не хочет, а что сделать? Ничего. Что происходит, если в семье одна половина жена или муж не признает родственников? Проблемы будут, конечно. Такого плана, которого я примерно сказала. Так. Как может дочка узнать об абортах своей мамы, если ее уже нет? Никак уже не узнает, скорее всего. Как может влиять на дочь? Ну, я об этом немножко рассказала. Да, будет чувство вины, скорее всего. И может быть движение в смерть. Насколько важно, где захоронены предки? Не очень поняла вопрос. Дело в том, что, знаете, главное во внутреннем мире разобраться. Конечно, очень важно, когда есть могила. Почему страшно, когда вот мертворожденные дети, абортированные, да, не отдают, естественно, ну, так скажем, как называется, материал, да, к сожалению. И у этих детей нет могилы. И поэтому не вспоминают. Вот это очень страшно. Вот это страшно. Если родители исключают мужа и дочери, чем это счастливато для системы? Родители исключают мужа и дочери. Ну, что значит родители исключают мужа и дочери? Я не очень поняла. Исключают мужа и дочери. То есть не признают. Ну, это дело родителей. Что про вас в этом вопросе? Попробуйте вопросы задавать не про родителей, да, а про себя. Ну, как бы. Что это для вас-то? Вот как раз я перейду сейчас ко второму закону, может быть, будет больше понятно. То есть первый закон был закон полноты. Второй закон – закон иерархии или приоритетности. То есть есть определенный порядок в семье. Кстати, Хеллингер называл свои законы порядками любви. То есть есть порядок в семейной системе, и без него никак невозможно. Любовь есть только там, где есть порядок. Есть такое сравнение. Порядок – это сосуд, любовь – это то, что сосуд наполняет. Нет порядка, нет сосуда, нет любви. Любовь течет исключительно от старших поколений к младшим, и больше никак. И здесь что имеется в виду? То есть родители, значит, те члены семьи, семейная система, которые пришли в систему раньше, имеют приоритет перед теми членами семьи, которые пришли позже. То есть родители имеют приоритет перед детьми. То есть они главные, они большие. Первый ребенок имеет приоритет, ну старший, да, перед всеми остальными. То есть он старший. Если его старшинство не признается, это большая беда для младших детей. Кстати, старший ребенок делит наследство. И от того, как его уважают младшие члены семьи, будет поделено наследство. Ну тут я знаю, вы сейчас можете закидать меня, да, вопросами, как происходит раздел наследства, это непростой вопрос. На самом деле делит наследство именно старший ребенок, не родители. Это большая ошибка и большая трагедия, когда родители начинают делить наследство. А вот младший за родителями, ну, он их досматривает. Для того, чтобы уравновесить систему. Потому что младший член семьи, младший ребенок забирает внимание родителей у старшего. Он забирает у него также, ну, грубо говоря, вещи, там, внимание его тоже, да, время, игрушки. И чтобы потом уравновесить, он досматривает родителей, а старший делит наследство. Дальше, первая жена имеет приоритет перед второй женой, например, да. Ну и, соответственно, вторая перед третьей. Ну, то есть первая всегда в приоритете. А мы что делаем, да? Мы говорим, первая дура, мы ее уважать не будем. Ну, вторая жена говорит, да, я тут вообще главная, я тут вообще вот такая вот умная. На самом деле, первая жена всегда имеет приоритет. То есть, если ее не уважают, ну, соответственно, будут большие проблемы. Начальник имеет приоритет перед сотрудниками, и старый сотрудник всегда имеет приоритет перед новым сотрудником. То есть, если новый сотрудник приходит в систему и не уважает старого сотрудника, а как он его не уважает? Он у него не спрашивать может, да, как сделать. Ну, такой вот он умный пришел, сел и сидит. Это, ну, естественно, ведет к краху молодого сотрудника, конечно, а не старого. Ну, и к краху организации, естественно. но с начальником тут немножечко такая тема если начальник пришел позже чем стану как позже членов органе в организацию да то он все-таки сначала первое время изучают здесь порядке а потом уже только вводят свои вот это важно у нас это все конечно нарушается вот что здесь важно что 1 всегда приоритете перед последующими то есть они старшие дачи плены семейной системы должны уважаться и быть приоритете быть приоритете значит быть главными значит не ребенок в семье главный родители в семье главные если главный ребенок все то есть если ну а сейчас у нас где-то ориентированные семьи то есть все внимание направлено на ребенка ребенок стоит на пьедестале и у меня на эту тему есть посты в plans я внизу там пониже и если ребенок стоит на пьедестале, там очень неудобно стоять, поверьте, там очень одиноко. Это место одиноких гениев. Без гениев, наверное, тоже никуда. Тем не менее, для ребенка это заканчивается чем... Если это такие себе нарушения, это неудача, то есть в жизни он неудачник, потому что он все время смотрит на родителей и не может видеть ни свою жизнь, ни свои цели. Прямо на родителей вот так смотрит. В худшем случае это смерть. То есть ребенок, который великий и который возвышается над родителями, поток любви к нему не течет, к нему вообще ничего не течет, течет от него. Это вообще катастрофическое нарушение в семейной системе и это смерть. И посмотрите, сколько сейчас смертельных исходов у детей. Гибнут самолетами, пароходами. Просто ужас какой-то происходит, потому что где-то ориентированы, все семьи ориентированы на детей. Все для ребенка. Партнеров не видим, к сожалению. А в приоритете пара. Отношения между мужчиной и женщиной в приоритете. А уже потом идет ребенок. Ребенок пришел позже, он не в приоритете. И тут, конечно, есть решение, но только нужно вовремя прийти в психотерапию. Здесь, что бывает часто? Травмы. Гиперактивные дети, которые стоят за спиной у родителей и их родители не видят. И они требуют внимания. Я прям это вижу иногда, когда приходят с детьми, да, и мы начинаем разбирать, где детское, где родительское место. Когда ребенок стоит сзади, он буквально всячески пытается обращать на себя внимание. Всяческими болезнями. Он будет вам устраивать проблемы в школе, в садике, драки, травмы, любые болезни, только чтобы на него обратили внимание. Ну, начиная от простых насморков, там, аденеидитов и прочего. Ну, и еще здесь есть такая вещь, когда ребенок несет за родителей что-либо. Ну, например, когда родители не хотят куда-то смотреть, например, на абортированных детей, то это будет делать ребенок. Это тоже движение в смерть. То есть нарушение иерархии это очень-очень опасно. В организациях это развал организации, в семейной системе это крах, величие ребенка. Вот такая ситуация. Хотите вы этого или нет, хотите вы это слушать или запихаете уши и уходите с эфира, но это так. Давайте прочитаю, что вы написали и перейду к третьему закону. А если младшая сестра вышла первой замуж, потом старший брат женился, и средняя сестра пока не замужем, чем это чревато? Ну, а почему это чревато? Это я средняя сестра, что делать с этим? Что делать с этим? Ничего не делать, замуж выходить. А почему вы решили, что это чревато? Ну, это же не нарушение законов. То есть вы чем-то... Вернее, вы как-то нарушаете, скорее всего, закон в семейной системе. То есть, скорее всего, это какое-то детское величие, да? Почему ребенок не может найти пару? Вот еще как бывает, вот здесь вот в законе, и больше в балансе, наверное, сейчас я об этом расскажу, когда ребенок замещает родителю второго партнера. То есть он находится... Вот смотрите, детское место перед родителями. Я бы уже показала вам фигурки, но они есть сегодня в сторис. Есть такой метод работы, семейная доска. Они у меня здесь есть, но камера их не покажет. Я уже пробовала, не покажет. Не могу пока выйти. Да, есть какое-то нарушение в семейной системе. Конечно, вы как-то нарушаете закон семейной системы, и, скорее всего, место мужчины занято. Как правило, девочка часто на тонком плане находится замужем за папой. Ну, или если она живет с мамой, и мама, как бы, папа противопоставляет, она бывает даже замужем и за мамой. То есть, ну, как партнер ее, да? Мамин или папин. И тогда нет места для второго партнера. Ну, в смысле, для реального партнера. Он не приходит в эту жизнь. То есть его место занято. Я хотела сказать, что детское место впереди перед родителями, да? Родители сзади, и рот весь сзади. Я думаю, что вы это знаете, но, как правило, это все нарушается. И вот по закону иерархии, да? Ребенок, естественно, он занимать свое детское место должен. То есть впереди родителя. Он не видит родителя, когда он впереди. Не видит. И, соответственно, он о нем не беспокоится. Вот еще про беспокойство за родителей. Очень часто мы беспокоимся за родителей. Это детское величие. То есть вместо того, чтобы на родителя вот так опираться назад, мы о нем начинаем беспокоиться. Как будто бы родитель беспомощный вообще ребенок. Да, это растет из детства, когда мы видим, что у родителей есть проблемы. Ребенку страшно. Он начинает контролировать этот процесс и постепенно превращается в родителя своих родителей. И начинает их жалеть всячески, беспокоиться. Вообще начинает от самых мелочей буквально и заканчивая очень там всякими крупными... Ну, то есть попросту беспокоиться о них. Не говорю то, не говорю сё, не говорю про беременность, не говорю еще какие-то там вещи. Потому что мама расстроится, или папа расстроится. Так на всякий случай знайте, что если ребенок вырос, то он может расстроить и маму, и папу. Потому что и мама, и папа могут не соглашаться с его жизнью, а он тогда, ну, когда он живет своей жизнью, он может уже быть свиной. То есть он может понимать, что маме и папе не нравятся. Но как бы делать это с любовью, между прочим, к маме и папе. С уважением, согласием и любовью. Если ребенок не согласен с родителями, не видать счастья в жизни. Потому что только согласие с родителями позволяет ему делать выбор, как ему жить дальше в жизни. Как только он не согласен, он смотрит на них, он смотрит в их отношения, не может видеть своих целей и свою жизнь. Точно так же, если родители стоят впереди, перед ребенком, то есть он их контролирует, ребенок родителей, он не видит своих целей и своей жизни. Вот поэтому отсюда все беды. Знаете, приходят люди и говорят, я потерялся, я вообще цели не вижу, я вообще ничего не вижу, я замуж не могу выйти. Потому что родители впереди стоят. Потому что ребенок является родителем своего родителя. и он занимает позицию сзади родителя. А родитель впереди загораживает весь экран. И ребенок ничего не видит тогда. Вот это тоже нарушение иерархии, естественно. То есть ребенок не впереди стоит родителя, а позади. Можете себе представить, вот тут такая вот гора стоит, как вот у меня сейчас за спиной. Вот если я сейчас повернусь к той горе, то, соответственно, если гора это родительская фигура, что я там увижу про свою жизнь? Ничего. Вот это и есть нарушение иерархии. А сейчас, когда гора находится сзади меня, вот как раз она дает мне, ну, гора это родительская фигура, символ родительской фигуры, она дает мне потрясающую защиту, по сути. Вот это правильное расположение родителей и ребенка. Вот это важно понимать, важно это делать. Да, это бывает непросто, но хотя бы сейчас понимать. Вот Ира, да, пишет опять же, да, выросла без отца. Мама занималась воспитанием. Ира, без отца, ну да, но отца, скорее всего, не хватает. Ну, может быть, нету представления, да, что такое вообще отношение с мужчиной. Ну, возможно, если выросла без отца, то находишься в партнерстве либо с отцом, либо с мамой, потому что, ну, здесь явно дефицит есть, да, явно дефицит. Вот, и третий закон, это закон баланса, это закон давать-брать. Ну, понятно, что один закон перетекает в другой. Давать-брать, вот я частично рассказала, да, то есть здесь есть детско-родительские отношения и партнерские отношения. Детско-родительские, они отличаются от партнерских, естественно. В детско-родительских отношениях дает родитель, берет ребенок. Иначе быть не может. То есть как река жизни, она течет сверху вниз, да, от бабушек к нашему поколению, потом к нашим детям. Сверху вниз никак иначе река течет не может. Так и от, ну, любовь, да, течет от старшего поколения к младшему поколению. Все по-другому нельзя. Как только кто-то поворачивается и смотрит на маму с папой, он уже не видит своего ребенка. Это закон, он и иерархии, и баланса, да. То есть родитель дает, ребенок берет. Не может ничего ребенок родителю отдать. Ну, ничего он не может отдать. Вот начинается. Ты неблагодарный. Мы тут ради тебя всю жизнь пахали, положили свою жизнь там на твою. Друзья, это, ну, просто вот засада какая-то, потому что ребенок не может отдать вам ничего. Но, поскольку родители дают ребенку жизнь, так же, как здесь такая же тема, как с учителями, да. Учителя дают знания, их тоже невозможно вернуть учителю. И наша задача продолжить то, что нам дали. То есть отдать это другому. То есть если это долг родителям, то ребенок рожает своего ребенка и отдает эту жизнь дальше, передает ее, да. А то же самое с учителями. То есть то, что вы получили, ну, мы получили, и я в том числе, да, передается дальше. Вот что важно. Важно понимать и важно делать. Как только мы не рожаем своих детей, да, значит, мы смотрим на маму с папой. То есть они являются нашими детьми, у нас уже есть дети, все, никаких детей не нужно. Вот почему нет детей сейчас, да. Это своеобразная месть, может быть, маме, ну, чаще маме, когда не складываются отношения с мамой, и девушка таким образом мстит маме. Она не имеет счастья своего, не имеет своего замужества и не имеет своих детей. Она всем своим видом говорит, вот я такая несчастная. Вот так это жестко очень происходит. Нам кажется, что все вокруг виноваты, все мужчины, там, какие-то не такие, да, а на самом деле все происходит у нас в душе, и все, поверьте, считывается, как будто у нас вот здесь вот табло висит. И баланс между партнерами, он другой. То есть партнерские позиции равны, партнеры находятся вот так, и они обмениваются в равных, ну, в равных количествах, да, то есть сколько я тебе, столько и ты мне. Если кто-то дает больше, ну, чаще у нас это женщины любят делать, да, они становятся в мамскую позицию, и только дают, 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 и ничего не дают дать мужчине взамен. Когда один очень много дает, а другой только берет, у него накапливается, у того, кто берет, накапливается большая вина, он просто уходит. А потом, говорят, мужчина, там опять козел какой-то бросил и так далее. А это происходит потому что довалки, а ничего не получаем взамен. На самом деле обмен должен быть равный, то есть удовлетворить потребности друг друга, да, спрашивать, что хочешь ты, да, могу ли я это сделать, и взамен что-то другое. И обмен важен как в хорошем, так и в плохом. То есть, если один изменяет, а другой все время прощает, ну, это тоже, соответственно, ведет к ухудшению сильному отношению, потому что это невозможно. Вина, опять же, накапливается очень большая, и отношений не случаются. Хеллингер говорил, что отношения можно таким же образом поправить через баланс, да, то есть, если много плохого, ну, если один делает плохое, другой тоже должен сделать плохое, но только чуть меньше, чем тот, чтобы тот почувствовал эту же боль, какую почувствовал его партнер. И тот опять делает чуть меньше больно, чем тот. И таким образом можно выйти в ноль. Ну, а в хорошем баланс, соответственно, больше, да, делать больше хорошего друг для друга. Ну, в смысле, один сделал чуть больше, чем другой, потом другой сделал чуть больше, чем другой, тогда отношения расцветают и растут. вот такой баланс между партнерами то есть как только баланс этот односторонний то это отношение либо мама сынули там ну да мама сын либо это отношение отец дочь если они текут другую сторону но как правило это две стороны 1 медаль вот и здесь кстати часто какие болезни это болезни левой или правой стороны то есть если почему да то есть партнер уже не вот так бок о бок стоят и тут вот правосторонние или левосторонние болезни дальше это застой то есть отеки и все что застаивается там опять же гипертония и так далее это болезни обмена то есть это болезни щитовидной железы сахарный диабет почки ожирение ну и отсутствие энергии особенно если дезоскорительские отношения нарушены в предыдущем законе немножко об этом говорил да нет энергии не течет энергия по роду сверху вниз ну то есть от родственников сюда к ребенку если энергии нет то ребенок ощущает слабым себя соответственно агрессивным потому что ну слабость ничего не дает делать и вот такие вот проблемы со здоровьем то есть наверное может даже не знаю какое нарушение легче на самом деле нарушение происходит как правило везде я его вижу везде на всех уровнях уже меньше ну вот таким образом сейчас еще раз я переключу и посмотрю что вы пишете пишите потому что на эфир сохранить то можно конечно еще раз выйти так теперь поняла почему вы на первой системе удивились что я вообще замуж вышла ну вот видите так бывает а если бабушки дедушки активно подключается к воспитанию внуков вместо родителей иерархия нарушается а вот здесь смотрите еще какая есть ситуация смотря как подключаются но если уже совсем вместо детей ну да а по сути то бабушки дедушки для этого есть все должно быть конечно в разумных пределах тут знаете вот еще какая ситуация есть с фамилиями часто мне задают этот вопрос и часто приходит с разными фамилиями часто мама ну бывает такое да что мама дает фамилию ребенку ну не исключается при этом своего отца и еще отчество своего отца тогда ребенок получается ей братом или сестрой в зависимости от того мальчика или девочка вот это просто вообще беда бедовая то есть она вроде как ребенка в нем видит а на самом деле на тонком плане получается и братом или сестрой вот еще какие вещи происходят интересные ну лучше бабушка дедушка допустим занимается воспитанием внуков чем когда внук воспитывает бабушку дедушку вот таким образом да то есть три закона еще раз напомню о них это закон полноты или принадлежности то есть никто не забыть ничто не забыто никого нельзя исключать из семейной системы кстати умершие члены семьи точно также входят в систему умершие мамы папы братья и сестры ну как я уже говорил до абортированные в том числе дедушки бабушки точно также входят семью если мы их исключаем ну соответственно будут определенные проблемы и нарушения второй закон это закон иерархии то есть тот кто раньше вошел в семейную систему имеет приоритет перед тем кто пришел более поздно а здесь еще есть вот что приоритет имеет новая молодая семья то есть если мужчина например мужчины есть вторая семья и там ребенок родился позже чем у жены то эта семья в приоритете то есть по сути он должен уйти туда если он не уходит опять же будут проблемы в обоих семьях потому что семья в приоритете то есть если он не уходит это нарушение законов и иерархии ну и третий закон то закон баланса то есть это закон детско-родельских отношений когда родители дают ребенок берет и баланс между партнерами да это равный равный обмен то есть вот это важно очень сильно соблюдать и не путать и никак это не нарушать ну и когда нарушается закон и конечно нужно решать сейчас уже вместо отчества некоторые дают детям мачество о батюшки мои еще и так бывает представляете что вообще сейчас происходит а бывает дети без отчества вы знаете у меня был такой интересный случай буквально расскажу пришла женщина пятый брак у нее и она мне горит у меня отчество нет игру как это не потому что у меня не было отца и отчество значит нет игру как это не было отца на но он там врачок короче отец он то кстати по факту есть и живой но она его совершенно исключает она мне рассказать у него было пять браков пять жён там от каждого брака по ребенку в общем не гоже папа я говорю но однако же и вы в пятом браке вы бы видели ее глаза она она просто ко мне как врачу приходил тогда я еще не даже психолог только начинал да она была крайне удивлена что она такая же как отец просто крайне удивлена она никогда об этом не думала естественно мы никогда не думаем о том что мы нарушаем закон но я думаю что после сегодняшнего эфира можно проанализировать до свои отношения в паре и свои отношения с детьми и хоть как-то об этом задуматься понятно что цель там часового эфира по такой огромной теме не чтобы вы что-то исправили хотя знаете буквально осталось три минутки и можно выполнять такую практику совершенно она дает потрясающе колоссальные результаты всегда уже сейчас не успею рассказать ни одного но пробуйте удерживать образ своих родителей и и дальше всего своего рода за спиной а еще лучше представлять что они все положили руки друг другу на плечи и соответственно родители кладут руки вам на плечи мама на левое плечо папа на правое плечо мама слева находится папа справа до болезни женской стороны это слева тут сердце до чувство то левая сторона а правая сторона там где меч да это папина сторона отцовская мужская вот и поэтому папа справа мама слева кладут руки вам на плечи весь рот стоит за вами если вы будете удерживать этот образ хотя бы несколько дней после нашего эфира уже получите колоссальные результаты а если вы будете делать это мы вообще в тяжелых ситуациях особенно когда вам нужна помощь и поддержка то это вообще будет просто колоссальная для вас поддержка вот такая небольшая казалось бы практика будет давать потрясающие результаты вот ну слава богу да я вроде рассказала все что хотела конечно по этой теме можно разговаривать очень много и очень долго есть очень много примеров просто ужасающих интересных да и познавательных таких ну примерно я рассказала что хотела пишите вопросы в личку теперь же сейчас будут сохранять эфир может быть какие-то результаты озарения знаете какие-то анализ вы провели ну и я думаю будут вопросы у вас пишите обязательно все отвечу эфир сейчас если техника не подведет сохраню про коронавирус хотела сказать немножко но ладно уже не буду наверное запишу лучше аудиопост уже не буду в этом эфире говорить тогда всего доброго не написали мнений но можно пишите тогда в личку я уже буду завершать если важно было поставьте хоть что-нибудь да важно или нет или вот в такой задумчивости находитесь потому что тема это всегда да вызывает но совершенно шок вообще просто шок и потому что я сегодня поняла да по stories что законы эти неизвестны хеллингер неизвестен почти законы соответственно тоже что друзья тогда я заканчиваю сохраняя эфир выложу будет в stories и потом на ютубе если все будет хорошо всего доброго желаю вам озарений порядка в семье любви здоровья счастья и процветания и благополучия до свидания это и и